Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Поссорились с лучшей подругой. Дружим долгие годы, все началось с того, что она мне написала и поделилась вопросом, которые ее волнуют. Ну, что здесь хочется сказать. Во-первых, вы говорите, поссорились. Вот, первое, что немножечко так вот смущает, это то, что вы пишите, что поссорились. Потому что когда мы говорим поссорились, да? Когда мы говорим, ну, вот так, то мы, на мой взгляд, обезличиваем личность каждого, кто ссорился. Мы обезличиваем этого человека. Мы обезличиваем вклад. Конкретный вклад конкретных людей в ссору, в конфликт. И, на мой взгляд, это, ну, не обратно, на мой взгляд, на мой взгляд, это не обратно, совершенно. Потому что человек вносит свой личный вклад в, ну, вот, в конфликт, в конфликтную ситуацию. И, на мой взгляд, не, некорректно, на мой взгляд, вот, совершенно некорректно. А, значит, говорить о том, что мы поссорились. Я бы сказал, что кто-то из вас, да, ну, поссорился с другой, да? Ну, там, грубо говоря, накопились какие-то обиды, да? Любитворенность, вот, какая-то, значит, ну, 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 какая-то вот... Какие-то претензии, вот, имели, ну, имели место быть, скажем так. Такая история, ну, ну, в принципе, такая история. Поэтому давайте все-таки, давайте все-таки мы с вами будем по возможности различать эти вещи. Ответственность, которую, например, несете вы за конфликт. Ответственность, которую несет ваша подруга. Она тоже ее несет, она тоже ответственна. И, что еще давайте мы сделаем, такое вот, как мне кажется, важно. Это поисследуем немножечко такую психологическую игру «Скандал». Вот. Ну, она так и называется, в принципе. Вот «Скандал. Психологическая игра». Вот. Давайте мы ее с вами тоже изучим. Изучим для того, чтобы понимать, вообще, о чем идет речь нам с вами, да? Вот. Чтобы мы как-то имели представление о том, про что мы говорим. Вот. Что такое психологическая игра «Скандал». Вот. Что она из себя, значит, представляет? Вот. Как люди в нее играют и в каких, ну, в каких случаях, да? Когда люди, вот, начинают в нее играть. Что мотивирует людей играть в эту игру и так далее. Вот. Поэтому вы, пожалуйста, психологическую игру «Скандал» изучите. Вот. И после этого, я думаю, можно будет посмотреть, ну, во-первых, что вы думаете об этом, да? То есть, ну, просто, 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 просто вот, что вы думаете об этой игре и о том, как, например, вы в ней участвуете, то есть, что вы думаете про игру, что вы думаете про свое участие в этой игре. Вот. 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 И так далее. Вот это вот, то есть, то есть, это просто можно сделать, вот, прямо сейчас, прямо вот в эту минуту. Дальше. Значит, она позвонила, поделилась вопросом, который волнует, из-за того, что у нас на работе почти невозможно использовать телефон. Телефон не ответила ей короткратко и сказала, что поговорим потом. Вот. Вот. Ну, опять же, как бы, если вы, ну, не хотели ей отвечать, да, вот, у вас не было такой возможности ответить ей. То, наверное, ну, наверное. И, ну, и не надо было, наверное, отвечать. Вот. Вот. А так, получилась какая штука. Так получилось то, что вы вроде бы ответили ей. Вот. Вот. Вроде бы как вы ей ответили, но не полностью, да, получается. То есть, ей ответили и не ответили. Да, можно по-разному относиться к тому, как подруга, там, восприняла, например. А, значит, ваш ответ, да, можно, на самом деле, по-разному к этому относиться, вот. Но факт заключается в том, как мне кажется, что вы здесь вот свои личные границы, да, которые вот у вас есть, вы их не отстояли. Ну, просто вот не отстояли. Просто не отстояли свои личные границы. Площая, к сожалению. И, соответственно, из-за этого возникла вот такая немножечко двоякая ситуация, которую можно трактовать. По-разному. Вот. То есть, можно ее трактовать, как, ну, как то, что вы не хотели отвечать. А можно трактовать, как будто вы, как будто вы хотели отвечать. То есть, появилась благодаря этому возможность трактовки. Вот. Если у людей есть проблемы во взаимодействии друг с другом, вот, то трактовка это самый лучший, самый лучший способ, чтобы отношения испортить. Вот. Вот. К сожалению. Понимаете? Ну, вот, не отстояли вы свои границы, да? Не смогли, не захотели, вот, не думали об этом, например. Ну, вообще не думали об этом, с такого угла, вот. Вот. И все. И, и отношения испортились. Сказать, что вы в этом, вы в этом виноваты, да нет, нет, Нельзя. Я, вы, правда, здесь не ответственна, так же, как не ответственна ваша подруга. Вот. Просто, эээ, сыграла роль, эээ, вот эти факторы, эээ, которые я озвучил. Вот. Дальше. Отправил идеи фотки с местной работы. Зачем? Она в последнее время ведет себя странно, я ей написал это и очень изменилась. Ну, вообще это выглядит, выглядит как обвинение. Честно говоря. Это выглядит как то, что вы просто человека обвиняете. Обвиняете в том, что она ведет себя не так, как хотите вы, например. Ну, вы приписываете ей, приписываете ей, значит, свои впечатления, приписываете ей свое видение. Ситуация какой-то, то есть это, ну, повторюсь, это выглядит как обвинение, вот, к сожалению. Дальше мы решили, что поговорим о заплатах, кто мы, как решили. Так как я не люблю по-быстрому общаться и не слушать человека, я всегда внимательно слушаю. Знаете, она мне как семья и мне удобно с ней разговаривать. Ну вот, последняя фраза выглядит как оправдание к сожалению. А то, что вы любите разговаривать обстоятельно, вот, это, конечно, хорошо. То, что вы любите говорить обстоятельно, это здорово. Но не каждому человеку это подходит. Понимаете, какая штука? Ну вот, не каждому человеку подходит такая поведенческая модель. К сожалению. То есть, учитывать нужно не только, вот, эээ, ну, какие-то желания, да? Ну, и учитывать нужно еще и, эээ, ну, какие-то желания, да? И, эээ, ну, и учитывать нужно еще и, эээ, ну, какие-то чтения возможности, эээ, другого человека, кто перед вами. Вот. Это еще, это еще нужно. Эээ, если этого не делать, не делать, то создается вот такое ощущение, да? что вы думаете о себе. Вот. Только. Понятно, я сейчас немножко утрирую, как бы, и вы можете сказать, что я это все высасываю из пальца, вот, но все, что у нас есть, это ваш, получается, стиль, это ваш текст, вот, все, все, что у нас есть. Эээ, поэтому, поэтому вот, эээ, если все, что у нас есть, это ваш текст, ваш текст, то приходится работать, работать с тем, что есть. Вот. Такая штука. Поэтому, да, я прошу отнестись, ээээ, значит, с определенным пониманием. Самое, что я говорю. Через пять-шесть минут она мне написала, что не надо бегать меня в тему, вот, обиды начались, началась драка из-за каких-то пустяков, кто с кем дрался и как. говорит, что ради меня она даже в кладовке писала, что меня выслушат, она не хочет не верить и слушат у нее одни мысли, это я ухожу, мне эти ссоры надоело, надоели, я от всех ухожу. Ну, похоже на кризис, эээ, жизненный у человека. Она всегда понимает все это, что именно она понимает. У нее тоже такая работа и мы понимали друг другу всегда. Ну, не все бывает неизменно. Если честно, это очень беспокоит. Как? Как именно вас это беспокоит? У меня очень падает настроение, я не могу работать и все из-за этого недопонимания. Я же знаю, как ценю ее теперь она уйдет, но всегда запомните меня такой, которой я не являюсь. Ну, вы являетесь такой, какой вы являетесь. Просто вы не простраиваете личные границы, чтобы не было трактовки. Это первое. Второе. Это то, что вы боитесь осуждения. То есть у вас есть трудности с, значит, там, с умацингом. Вот. Это такой момент. И, возможно, вы боитесь. Остаться одна. Вот. Еще. К тому. Судя по тому, что вы пишете, вы боитесь одиночества. Вот. Боитесь, что, ну, что по руку вас бросит, да, и вы будете взять одну. Вот. Ну. Это про все. Это про то, что вы не принимаете себя до конца. Ну, в первую очередь. Это про это. Страх одиночества, он вот про это. Про то, что я не принимаю себя. Да. Вот. И мне страшно, значит, как-то вот, ну, наедине с собой, да, оставаться. Боюсь я этого. Вот. Ну, это, опять же, можно и нужно корректировать. Самое ужасное, что я ее очень сильно люблю и терять не хочу. Как проявляется ваша любовь и как можно человека потерять, если вы его любите? Если вы человека любите, то вы, как никто, понимаете, что потерять его нельзя, потому что он вам не принадлежит. Ну, вот. Вы же говорите здесь про любовь, ну, свою любовь, про то, что вы любите человека и говорите про то, что он боится его потерять. Вот. Ну, это, на мой взгляд, друг с другом несколько не состыкуется. Как поступить в этой ситуации и что это? Я думаю, что вам нужно разобраться в себе, тогда вы сможете сами решить, как поступать. Психолог не может давать советов. А что это я, в принципе, уже сказал. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!